Всем привет! Вещают! Могилевские хроники. Сегодняшний видеоматериал расскажет нам об уникальном белорусском городе. Он занимает седьмую строку в списке самых древних городов Беларуси. Историческая часть этого города располагается на высоте 324 метров над уровнем моря. А также именно здесь в 1253 году произошла коронация Миндовга. Речь идет о небольшом городе в Гродинской области под названием Новогрудок. Достаточно мифов и легенд существует как и о городе, так и в исторических эпизодах. Находится город на новогрудской возвышенности в 162 километрах от Гродно. От Новогрудка до границы с Польшей порядка 170 километров, а с Литвой – 69. До Вильнаса ближе, чем до Минска. Население на 2024 год чуть более 29 тысяч человек. Город известен в своей глубокой истории. На данный момент в нем насчитывается 56 единиц архитектуры и памятников истории, имеющих в категории историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Для сравнения, в том же Могилеве таковых насчитывается 61. В этом городе есть железнодорожный вокзал, но нет самой железной дороги. А на одной из его улиц некогда проживал польско-белорусский писатель Адам Мицкевич. Название произошло от слов «Новый городок». Он был крупным поселением в удаленных западных землях Кривичей, которые попали под контроль древнерусского государства в конце 10 века. В некоторых источниках называется Малым Новгородом. Согласно археологическим исследованиям, проведенным в Новогрудке в 1960-х годах, славянское поселение на территории современного Новогрудка возникло еще в конце 10 века. Укрепление – к середине 11 века. Также исследования свидетельствуют о том, что на этом месте в 9-10 веках уже существовал город, имевший торговые связи с Византией, Ближним Востоком, Западной Европой и Скандинавией. В первой половине 11 века город состоял уже из двух неукрепленных поселений, расположенных на Малом замке и Замковой горе. Во второй половине 11 века вокруг поселения на Замковой горе были возведены укрепления, сформировав таким образом новгородский детинец. На Малом замке к западу детинца сформировался посад, который уже к 12 веке также был укреплен и превратился в окульный город. На территории детинца исследованы деревянные наземные постройки с глинобитными печами и дощатыми полами. Важнейшей деятельностью населения города было ремесло и торговля. Особенно часто встречается свидетельство местного ювелирного ремесла. Имелись литейные и ювелирные мастерские, образовавшие целый квартал на Малом замке. Также было распространено касторезное дело, обработка дерева и камня. На фрагментах фресковой штукатурки из постройки номер 12 так называемого «Дома боярина» 12 века на Малом замке найдены граффити с древнерусскими буквами. Чрезвычайно широки были торговые связи в 12-13 веках, о чем свидетельствует огромное количество импортных изделий. Из Киева в Новогрудок поступали стеклянные браслеты, украшения, цветные металлы и пряслицы. Из Ирана фаянсовая посуда, из Византии и Сирии стеклянная посуда, а из Прибалтики янтарь. Первое летописное упоминание о поселении как о городе связывают с заложением на этом месте крепости киевским князем Ярославом Мудром около 1044 года. В 1227 году упоминается князь Изяслав Новогрудский, после которого княжев в Новогрудке Рингальд. В 13-14 веках Новогрудок был центром удельного новогрудского княжества. Под 1235 годом упоминается князь Изяслав Новогрудский. В конце 1240-х, в начале 1250-х годов, Новогрудке пришел к власти князь Миндов. В это же время было положено начало образования Великого княжества Литовского, Русского и Жимаевского, первой столицей которого был Новогрудок. Согласно общепринятому мнению, именно Новогрудок считается первой известной столицей ВКЛ. Во много с этой позиции не согласны литовские историки, ссылаясь на недостоверность приводимых доводов и полное отсутствие прямых доказательств. Правление основателя Великого княжества Литовского Миндовга проходило в постоянной борьбе с внешними и внутренними врагами. Ипатьевская летопись упоминает Литву Миндовга при описании событий весны 1238 года. В густынской летописи упоминается о православном крещении Миндовга с литовскими боярями около 1246 года, что, по мнению белорусского историка Вячеслава Насевича, выглядит как вставка XVI или же XVII века, появление которой, возможно, являлось попыткой объяснить правление неправославного. С внешней стороны, это многочисленные походы на языческую Литву, крестоносцев Запада и монголо-татарское нашествие с Востока и Юга. Внутри же самого ВКЛ в 1249 году против его власти выступили племянники Тивилл и Эдивилл, которые привлекли к себе в союзники жемайского князя Викинта. В целях улучшения внутриполитического положения княжеств и в целях борьбы с внутренними врагами Миндовг, который был язычником, установил отношения с Папой Римским и в 1251 году принял крещение в католичество. На Литву напали ливонские крестоносцы. Согласно ливонской хронике Росцова, магистр пошел навстречу неприятелям. Многие из них убил, пришел и выжег их земли, разорил и опустошил и дошел до самого бугра, в котором жил король Миндов. Все земли вокруг он ограбил, обошел и всех, кого нашел, избил и полонил. Затем отправился он в Жиматию и там хозяйничал точно так же, как и в Литве. После такого покорения он возвратился в Ригу и с большой радостью и триумфом привез с собой богатую добычу, из которой магистр отдавал большую часть на славу божью и бедным, а остальное разделил между своими воинами. Князь Миндовг прятался за стенами своего замка. Главный же удар наносился силами галецко-волынских князей Данилы и Васильки Романовичи по Волковыску, Слонему, а позже князья подошли и к Новогрудку, которой взять так и не удалось. Миндовг подкупил дарами многими магистра и встретился с ним. В 1253 году, с согласия Папы Римского Иннокентия IV, князь Миндовг был коронован в Новогрудке и получил статус короля Литвы. Таким образом, государство получило признание в качестве полноправного европейского королевства. После крещения и коронации орден перешел на сторону короля Миндовга. Сжимайтов же Миндовг смог подкупить. Войшелк заключил от имени отца мир с галецко-волынским княжеством и передал Новогрудок и все литовские города Роману Даниловичу. После разрыва мира в 1258 году Войшелк снова стал князем в Новогрудке, а после разгрома крестоносцев в битве при Дурбе в 1260 году Миндовг открогся от католической веры, вернувшись к язычеству, и возобновил борьбу с Тевтонским и Ливонскими орденами, совершив с 1260 по 1263 годы несколько опустошительных для крестоносцев походов в Ливонию, Пруссию и Польшу, таким образом расширяя границы своих владений. Однако в 1263 году Миндовг был убит в результате заговора своих внутренних противников, так как Миндовг отрекся от христианства после его смерти в 1263 году Литва утратила статус королевства и будущие ее правители уже именовались великими князьями. Миндовг был первым и последним правителем Великого княжества Литовского, который официально носил титул короля. Новогрудки в его честь назван один из холмов – гора Миндовга. Предполагается, что в 13 веке именно под этим холмом и был похоронен король Миндовг по языческому обряду. Над могильной ямой насыпали курган. По легенде, король Миндовг был похоронен вместе со своим королевским троном из чистого золота. По другой же версии, гора получила такое название, так как на ней проходил в 1253 году коронация Миндовга, так как, согласно летописи, коронация проходила не в замке, а возле него. В июле 1993 года, в честь годовщины 740-летия коронации Миндовга, у подножия горы был установлен памятный камень с табличкой. Примерно с конца 17 века на горе Миндовга располагалось общегородское христианское кладбище. Это кладбище перестали использовать для захоронений с начала 1920-х годов. Сохранились некоторые надгробные плиты. Старейший надгробный памятник на горе Миндовга, который сохранился до наших дней, датируется 1820-м годом. Рядом с горой Миндовга в 2014 году был установлен памятник рыцарю. Город неоднократно пытались взять татары и союзники. Поход ордынцев и галецко-волынских князей под началом Бурундая 1258 года, а потом дружины галецко-волынских князей 1255, 1274 и 78 годов, а также пять походов крестоносцев уже в 14-м столетии. Как центром удельного княжества новогрудком владел с 1329 года князь Кориат, а после 1358 года его сын Федор, с 1386 Корибут. С 1392 года новогрудок один из центров великокняжеского домена Великого княжества Литовского. В нем строится каменный новогрудский замок. В конце 14-го начале 15-х веков Витовт поселил в новогрудке и в окрестностях татар. В 1428 году он записал в город вместе с окружающими деревнями в пожизненное владение своей жене Юлиане. В 1415 году новогрудки на соборе православных епископов митрополитом Великого княжества Литовского был избран Григорицем Балак. В 1422 году в новогрудке, основанном в Витовтом Фарном костеле, также состоялось венчание короля польского и великого князя Литовского Егайла Софии Гольшанской. Этот брак дал начало династии егелонов. С 1444 года новогрудок – главный город воеводства. В январе 1507 года было образовано новогрудское воеводство Великого княжества Литовского. 26 июля 1511 года Сигизмунд I Старый дорывал новогрудку Магдебургское право, которое подтверждалось в 1562 и 1595, а также 1776 годах. 18 марта 1595 года король Польши и великий князь литовский Сигизмунд III Ваза утвердил герб Новогрудка. В красном поле фигура архангела Михаила, в вороненых доспехах с крыльями за спиной, в правой руке меч, левые весы. В 1568 году в городе уже насчитывалось 10 церквей. После Брестской унии кафедра православного митрополита стала униадской. В 16 веке Новогрудок также один из центров реформации. С 1581 по 1775 годы в городе проходили заседания главного трибунала Великого княжества Литовского. В сентябре 1655 года город был захвачен в эскаме князя Трубецкого, войны русского царства с речью Посполитой. В 1661 году он был отвоеван польско-литовской армией и из-за разорения освобожден от уплаты налогов сроком на четыре года. Военные события и катаклизмы, произошедшие в 17-18 веках, привели город к сильному упадку. К концу 18 столетия в Новогрудке действовало всего три церкви, пять костелов, шесть монастырей, синагога и мечеть. Во время Северной войны в 1706 году город заняли шведские войска, а позже российские, спалив город и взорвав замок. Большие разрушения вызвал пожар 1 мая 1751 года. 23 сентября 1784 года в город прибыл король Польши, великий князь Литовский Станислав Август Понятовский, который, возвращаясь из Несвежа, посетил город. Во время войны в защиту Конституции 3 мая, в начале июня 1792 года, Новогрудок атаковала 33-тысячная царская армия под командованием Михаила Кречетникова. В середине июня 1792 года, после поражения в битве под миром, польско-литовские войска под командованием принца Людвига Вюртембергского отступили через Новогрудок в Гродно. Татары с корпуса генерала Юзефа Беляка одними из последних покинули город. Ранее они героически защищали от царских войск переправу через днем в битве под столбцами. В результате третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году Новогрудок оказался в составе Российской империи. В 1798 в фольварке Заоси родился поэт Адам Мицкевич. В войну 1812 года, после занятия новогрудка армии Наполеона, из местных жителей был сформирован 19-й Драгунский полк литовских войск под командованием Константина Раецкого. На 1817 год в городе было 428 деревянных и 9 каменных жилых домов. На 1837 год в Новогрудке было 4 немощенных и 9 мощенных улиц и переулков. Во время восстания 1863-64 годов в городе сформировалась повстанческая организация. В 1905 году в Новогрудке появились первые уличные газовые фонари. На 1910 год в городе было уже 76 каменных и 1074 деревянных здания, а к 1914 в городе было уже 6 учебных заведений. В начале века в городе работало провинциальное отделение польского общества просвещения, которое занималось поддержкой польского образования. Во время Первой мировой войны в 1915 году Новогрудок был занят войсками 10-й немецкой армии. Российско-немецкий фронт пролегал отныне всего в 20 км к востоку от города, вдоль реки Сервич. Немцы построили электростанцию, сеть узкоколейных железных дорог и телефонных линий. Также в регионе было разрешено создание польских и белорусских школ. С 1916 года построенная узкоколейка активно использовалась для поставки боеприпасов на фронт. Дом Мицкевича занял немецкий командующий 17-м резервным армейским корпусом генерал пехоты Ренгольд-Форшифер-Боядель. В связи с близостью с фронтом Новогрудок приезжал маршал Паульф Гиндельбург. А 27 декабря 1918 года кавалерия немецкой армии покинула Новогрудок. Вечером в город вошли большевики. Вскоре была арестована часть польских активистов, а в марте 1919 года большевики расстреляли большую часть из них в развалинах замка. 25 марта 1918 года Новогрудок, как и вся этническая территория белорусов, провозглашалась частью Белорусской народной республики. 1 января 1919 года в соответствии с постановлением съезду КПБ Беларуси он вошел в состав Белорусской ССР, а 25 мая 1919 года здесь уже открылась Новогрудская белорусская гимназия. С середины марта 1919 года в окрестностях Новогрудка начали появляться отряды войска польского, а 18 апреля 1919 года на рассвете после нескольких часов боя солдаты 2-го Ковенского стрелкового полка майора Леона Лады Завистского и два эскадрона 10-го Уланского полка захватили город. В боях на стороне Красной армии принимало участие много поляков-коммунистов и западной дивизии стрелков. В результате захвата города войско польское получило большие склады военной амуниции и боеприпасов, а также захватило около 300 пленных. Польско-большевистский фронт остановился на несколько месяцев вдоль линии бывших немецких окопов. Утром 19 июля 1920 года Красная армия вновь заняла Новогрудок. Рижский мирный договор 1921 года подтвердил то, что Новогрудок находился в составе Польской республики. Новогрудок стал центром одноименного воеводства, являясь самым маленьким воеводским центром Польской республики. Транспортно-экономическим центром воеводства стал город Барановичи. Было построено много новых зданий, в том числе и военная канцелярия, окружной суд, налоговая инспекция, театр, электростанция и другие. 13 мая 1922 года Новогрудок приехал погостить старший сын Адама Мицкевича Владислав, а 30 октября этого же года сюда приезжал начальник государства маршал Юзеф Пилсудский. Последующие годы переоборудовали бывшую электростанцию и городской театр. В 1920-30 годы в городе выходило более десяти наименований периодических изданий. В октябре 1922 года начал издаваться первая в Новогрудке белорусскоязычная газета «Наша Батьковщина», а с 1924 по 1931 годы на Малом замке насыпали курган в честь Адама Мицкевича. В начале Второй мировой войны после 17 сентября 1939 советские бомбардировщики начали сбрасывать над городом листовки, написанные на польском языке, объявляющие о скором освобождении от гнета панов и других угнетателей. Затем началось советское вторжение в Польшу, после которого многие жители региона были репрессированы, а сам регион был подвергнут советизации. Новогрудок стал с этого времени частью БССР, где в 1940 году стал районным центром Барановичской области. Во время немецкой оккупации здесь развернулось активное сопротивление нацистам. Так, в середине декабря 1943 года польским сопротивлением был выделен из Белостокского округа Новогрудский округ армии Краевой, а также в районе города стали организовываться и советские партизанские отряды, первое время состоявшие из солдат Красной армии, не успевших отступить во время вторжения нацистов на СССР. Сначала у партизанских отрядов не было необходимого количества вооружения, опыта, людей, а также организационной структуры, но постепенно отряды стали предоставлять собой грозную силу. Нацисты в ходе Холокоста убили в Новогрудском гетто и Новогрудке в ближайших деревнях около 4,5 тысяч евреев. В середине мая 1943 года последние уцелевшие узники гетто начали рыть подземный ход длиной 250 метров, выходивших за территорию гетто, и через пять месяцев, 26 сентября 1943 года через него был осуществлен побег. Всего через тоннель бежало 232 человека. Часть бежавших евреев присоединилась к еврейскому партизанскому отряду «Братьев Бельских», который активно боролся против нацистов на территории Новогрудщины. В феврале-марте 1944 года по приказу немецкого комиссара новогрудского повета Вильгельме Траубе бывший поручик войска польского Борис Регуля сформировал белорусский новогрудский конный эскадрон для борьбы с партизанами. 8 июля 1944 года Новогрудок был освобожден солдатами Красной Армии от нацистов во время проведения военной операции «Багратион». Летом 1944 года подразделения Новогрудского партизанского округа армии Краевы принимали участие в операции «Острая брама», сражаясь вместе с Красной Армией за освобождение Вильнеса от нацистов. После войны на территории Новогрудщины действовала «Черный Кот», которая ставила своей целью борьбу против советской власти. Так как существует спорная, не имеющая исторического подтверждения, история о том якобы в марте 1948 года объединенная группа отрядов организации «Черный Кот» при помощи нескольких отрядов «бульбовцев» напала на Новогрудок, чтобы освободить арестованных участников своей организации. В городе находилась база спецотряда МГБ, занимавшегося борьбой с антисоветскими партизанами. Антисоветское партизанское движение продолжало существовать до начала 1960-х годов, пока полностью не прекратило свое существование. Во время войны в городе и его окрестностях погибло более 45 тысяч человек, а более 60% строения было уничтожено. В 1947 году узкоколейка возобновила свою деятельность. Дорога теперь уже в составе «Белорусской железной дороги» начала именоваться 12 дистанцией «Белорусской железной дороги». Узкоколейке в колхозы доставлялась новая техника, минеральные удобрения, а также вывозился выращенный урожай. В 1965 году узкоколейку решили полностью демонтировать. С 8 января 1954 года Новогрудский район после упразднения Барановической области находился в составе Гродненской области. А в январе 1963 года Новогрудок был передан в ведение Промышленного облсполкома. В марте этого же года он получил статус «Городообластного подчинения». 22 августа 1997 года административные единицы «Новогрудский район» и «Город Новогрудок», имеющие общий административный центр, объединились в одну административную единицу с административным центром «Город Новогрудок». Во время второй половины XII века были возведены мощные дубовые срубы. Есть мнение, что сам замок Новогрудки был построен после 1241 года литовским князем Эдивиллом на месте более раннего детинца XI века. Во второй половине XIII века во времена правления Миндовга была построена первая каменная башня-донжон, сложная из больших тесаных камней на известняке. Она относилась к башням волынского типа. Сама башня имела четырехгранную форму и стояла с северной стороны детинца, замыкая кольцо земляного вала. Теперь она находилась в земле на глубине 7,5 метров, а на ней, как на мощном фундаменте, стоит каменная башня-щитовка. Эта башня сыграла большую роль в обороне замка. В 1274 году галецко-волынские и татарские войска безрезультативно штурмовали город. Многочисленные попытки отрядов крестоносцев захватить замок также были безуспешными. В результате всех этих нападений верхние ярусы башни были сильно повреждены и в конце 14 века башня была отстроена заново, но уже на этот раз из кирпича. Она выросла на осанках старой башни и в плане также имела форму квадрата. Она получила название «щитовка» или же «щитовая» или «центральная», что говорит само за себя. Это был надежный щит средневекового города. Новая башня была пятиэтажной, с перекрытиями из балок. Общая ее высота достигала 25 метров, а толщина стен была около трех. Также в стене были прорезаны бойницы, а внизу был проем для замковых ворот. Ворота наглухо замыкались изнутри башни и во время осады превращались в самостоятельный опорный пункт. В южной стене щитовки вверх шла каменная лестница, которой пользовались воины во время нападений. Возможно, внутри башни между этажами имелись и деревянные лестницы для повседневного пользования. Поскольку отдельные этажи использовались как жилье. По всей видимости, до конца XIV века щитовка была единственным каменным укреплением замка. Но в конце XIV – начале XV веков в Новогрудском замке началось возведение каменных стен, которое происходило в несколько этапов. Сначала были построены три каменные башни и стены между ними. Справа от щитовки была построена высокая призмоподобная костельная башня. С востока от нее шло второе прясло каменных стен длиной около 80 метров и толщиной около 2,5 метров, которое вело до следующей башни, называемая «малыми воротами». Малые вороты костельной башни имели по несколько этажей с перекрытиями из балок, а на каждом этаже были бойницы. Поворачивая от малых ворот на запад, туда шло 70-метровое прясло стен, конструктивно связанное с башней Посадской. Правое прясло стены вело от Посадской башни до севера края горы и смыкалось к северо-западному углу замкового вала с деревянными укреплениями, которые уже шли до щитовки. Уже в 14 веке на территории замка существовал каменный храм-церковь «Успение Пресвятой Богородицы», известный из письменных источников 16-17 веков. До 1775 года в нем проходили заседания Трибунала Высшего апелляционного суда Великого княжества Литовского, а к северу от храма стоял двухэтажный каменный дворец, который просуществовал до середины 17 века. Второй этап возведения укреплений Новогрудского замка пришелся на начало 15 века, когда была построена колодезная башня и еще одно прясло стены. В Новогрудском замке, находившемся на высокой горе, колодца не было, но вода имелась у подножья, где на восточном склоне были родники. Над одним из них была поставлена колодезная башня. В начале 16 века на северо-западном углу Новогрудского замка была возведена большая каменная башня Дозорная. Между ней и щитовкой построили каменную стену толщиной до двух метров. Таким образом, новое прясло замкнуло кольцо каменных укреплений и окончательно вытеснило деревянное сооружение. Развитие артиллерии и совершенствование тактики осады на протяжении 15-16 веков сделали Малую Браму не совсем надежной, что вынудило начать строительство дополнительной башни у юго-восточного склона горы. Это дополнительное укрепление значительно повысило обороноспособность замка. Таким образом, в 16 веке Новогрудский замок был одним из сильнейших в Беларуси и единственным, имевших семь башен. Он дополнительно усиливался укреплениями с севера и северо-восточных сторон, где находились большой земляной вал и широкий оборонительный ров. С течением времени Новогрудский замок утратил свое стратегическое положение и начал разрушаться. Во время войны 1654-1667 годов московские войска дважды брали Новогрудок, а в 1655 году его заняли казаки Ивана Золотаренко. В 1660 году частично восстановленный замок вновь был занят войсками, но уже Ивана Хованского. Башни замка Мещанская, Колодежная, Малая и Посадская, а также Прясло стен были разрушены до фундаментов. Во время Северной войны были окончательно уничтожены и местные укрепления. В 1706 году шведы, проходившие через город, взорвали их останки. В 1802 году гродненский губернатор Беннингсен дал приказ разобрать остатки замковых стен с целью вымостить улицы города. Но две башни частично сохранились. В конце 19 века на территории замчища через пролом в стенах стали свозиться всего Новогрудка мусор, который покрыл двухметровым пластом руины древних построек. В 1906 году обрушилась половина Щитовки, а в 1914 году и значительная часть Костельной башни. В настоящее время башня Щитовка продолжает разрушаться, так как с проведениями реставрационных и консервационных работ по ней не торопятся. Если посмотреть фотографии начала 2000-х и сравнить их с теперешними, то мы увидим то, что Эркер подвергся значительному разрушению. Только в 1921 году Новогрудский замок был взят под охрану, а в 1922-1930 годах польские археологи провели консервацию руин башен, а рухнувшие стены Костельной башни сложили снова. С 1956 года в Новогрудке работали советские археологи. На данный момент сохранились только остатки Костельной башни и Щитовки. Консервацию башен, одного из крупнейших оборонительных сооружений Центральной Европы XVI века, планировалось завершить в ближайшие пять лет. Согласно госпрограмме Замки Беларуси, планировалась консервация руинного Грудского замка с восстановлением его композиционной структуры и исторической достройки, приспособлением к современно-социально-культурным потребностям. Была утверждена концепция прочной руины, разработанная и рассмотренная на Республиканском научно-методическом совещании, целью которого являлось раскрытие всех семибашенного Грудского замка, а также прясла стен. Таким образом будет обозначен замок в размерах XVI века. Металлическая конструкция и пригруз из кирпича сохранят руины костельной башни, стабилизируют ее и завершат консервацию объекта лишь со временем. Также частично будут восстановлены потери, которые понесла щитовка. Башня будет накрыта крышей, однако останется незавершенной. В ней планируется открыть музей, основу фонду которого будут составлять экспонаты, которые сейчас хранятся в Новогрудском историко-крывеческом музее. В 2021 году завершен один из этапов реконструкции руинного Грудского замка, включавший строительство организованного водоотвода с территории Детинца, а также усиление склона от костельной башни до входной башни с устройством дренажной системы у основания вала. На территории замка ежегодно проводятся рыцарские фестивали. Отдельного внимания заслуживает уникальный фарный костел «Преображение Господня». Это памятник архитектуры эпохи Великого княжества Литовского в Новогрудке. Построен он был великим князем Витовтом в готическом стиле в конце XIV века, а затем был он перестроен в стиле сарматского барокко в начале XVIII века. Это однонефная базилика с двухбашенным главным фасадом и полукруглой алтарной апсидой, к которой с северной стороны присоединяется ризница. В композицию здания включаются две древние ограненные каплицы готического костела. Современный вид костел приобрел после перестройки в начале XVIII века. Фарный костел был заложен в 1395 году на месте бывшего языческого капища. Первоначально костел был освящен в честь всех святых. В 1422 году Егайло венчается здесь со своей последней четвертой женой Софии Гальшанской, родоначальницы династии Егелонов. В честь 600-летия со дня рождения Софии рядом с храмом была высажена лиственница, а рядом был установлен памятный камень. В 1712 по 1740 годы проводилась перестройка костела. В этом храме 12 февраля 1799 года был крещен сын Барбары Николая Мицкевичей, будущий знаменитый поэт Адам Мицкевич. По этому поводу в 1920-е годы на стене костела слева отхода была установлена небольшая мраморная табличка. В 1812 году наполеоновские войска, занявшие город, приспособили древнюю церковь под склад провианта. Храм был закрыт царскими властями после подавления восстания в 1864 году. Позднее храм пустовал и пришел в упадок. Храм был возвращен к католическому приходу лишь в 1906 году. Восстановление святыни приходится на период с 1921 по 1923 годы и благодаря стараниям князя Станислоа Радивилла и архитектора Бейла. В 1920-е годы на стене старинного готического костела, включенного в современный храм в виде часовни, вмуровали таблицу на память о венчании в 1422 году короля польского и великого князя литовского Ягайла с княжной Софией Гольшанском. В 1948 году советские власти вновь закрывают костел, а в 1992 году храм вновь возвращается верующим. С 1997 года проходила реставрация храма. Таким образом, история Новогрудка от первого летописного упоминания без малого составляет 980 лет. В разное время он занимал важное экономическое положение, участвуя в политических процессах. Многочисленные военные конфликты разрушили достаточное количество исторических ценностей. И несмотря на все это, город остается сокровищницей Гродничины. Рекомендую посещению.